До сих пор в нашем проекте мы ни слова не сказали о недвижимости в Испании на Коста-Бланке с точки зрения получения дохода. А ведь это важно для многих. Купить квартиру и начать зарабатывать на ней. В ближайшие минуты некоторые соображения и некоторые примеры. Предположим, какой-то конкретный объект куплен, но чтобы на нем можно было зарабатывать, нужно просто выполнить несколько чисто формальных требований испанского законодательства. Что это такое и как получить разрешение на сдачу своего объекта в аренду? Первым делом вы должны получить лицензию туристику. Это такое разрешение, благодаря которому вы можете заниматься сдачей недвижимости в аренду. Ну, во-первых, компания Booking.com, компания Airbnb никогда у вас не примет ваш объект в работу, если у вас не будет этой лицензии. Номер лицензии вы должны предоставить этим компаниям. Только тогда разместить этот объект в интернете. Тем не менее, в Испании довольно жесткие требования в разных регионах. Как сейчас обстоят дела на Коста-Бланке? Насколько на Коста-Бланке сейчас возможно сдавать свою недвижимость в аренду и насколько трудно эту туристическую лицензию получить? На сегодняшний день появились и на Коста-Бланке ограничения по получению лицензии. Например, в городе Аликанте это ограничение существует сейчас. Лицензии на все квартиры абсолютно не дают. Есть определенные условия. На побережье Коста-Бланка-Юг это такие города, как Ла-Мата, Урила Коста, Тори Вьеха. Здесь всегда это приветствовалось. Лицензии дают всегда и этот бизнес здесь развивается. Почему? Потому что здесь небольшое количество отелей, что не создают конкуренцию данному бизнесу. Если в двух словах идеальный арендный объект, там какой? Это квартира в закрытом комплексе, с бассейном, с детскими площадками, с зеленой зоной. Рядом обязательно должна быть автобусная остановка, пешей доступности метров 200-300 супермаркет, бары, рестораны и банк. Это идеальное место. Если до центра города еще метров 500, то это супер. Вот я специально приехал в это место, где показать этот дом. И этот дом, они абсолютно на вид одинаково практически. Но в этом доме есть комплекс закрытого типа, с бассейном и зеленой зоны. Здесь этого нет. Соответственно, по аренде в этом доме квартиру можно сдать за 90-110 евро в августе, а здесь в этом доме можно сдать максимум 60-70 евро в сутки в августе. Сам понимаешь, что разница в цене небольшая между квартирами, а аренда кардинальная. Снаружи смотришь разницу вообще, по большому счету, так бывает, так очень бывает часто. Какой размер объекта оптимален для сдачи в аренду? Это маленькая студия, это объект очень большой, это что-то среднее? Средняя квартира, две спальни, одна или две ванные комнаты. Это стандарт, который более-менее популярен на сегодняшний день площадью 60-70 квадратных метров. Смотри, вот так выглядит квартира, две спальни, две ванные комнаты. Вторая линия моря, отметить хочу. Слушай, ну 200 тысяч это... Это средняя цена. Есть цена даже у нас 198, 204, 214 тысяч. Все, конечно, зависит от того, куда смотрят окна. По большому счету и все. Первая реакция, это даже, в общем, недорого. Вон море тут в 100 метрах и оно видно просто. Ну, потому что это вторая линия, не первая. Только по этому цену. Хотя мы сегодня с тобой смотрели, квартиру, которая стоит точно такая же на первой линии моря, она сразу плюс 100 тысяч. Ну, а если окна выходят не на море, а на бассейн, это минус 15-20. Важнейший вопрос для того, кто хочет зарабатывать на аренде, а сколько в реальности это можно заработать? Вот, когда мне говорят, там, два процента, три процента, таким людям веришь, но как-то информация, это мне не нравится. Когда говорят 15-20 процентов, вроде как слова ласкают слух, но при этом, как бы, есть ощущение, что что-то тут не так. Твои цифры, твое ощущение. Из практики, из опыта нашей компании, из опыта наших партнеров, наших друзей, которые занимаются продажей недвижимости, поддерживающей сдачей в аренду, очень важно определять цифры валовый доход и расходную часть. Валовый доход составит около 12-13 процентов. Даже по-другому скажу, 11-12 процентов, это валовый доход. Из всего этого вы должны заплатить практически половину. Это управляющая компания, второе, это налоги и реклама на мировые площадки для сдачи недвижимости в аренду. Это все останется у вас на счету примерно 5-6 процентов чистого дохода, что вы будете иметь. Ну, давай все-таки радостное что-нибудь скажем, а максимальная цифра какая и что это за объект? Если это вилла, отдельно стоящая с собственным бассейном с видом на море, то в принципе такая вилла может дать и 8 процентов чистого дохода. Бывает случай, когда до 10 процентов, потому что расположена уже больно удачно. Ты упомянул как самый позитивный вариант для сдачи в аренду роскошную виллу. Меня это немножко удивляет, потому что считается, что квартиры более перспективны. Так все-таки квартира или вилла? Да, раньше было так, как ты говоришь, квартиры были более популярны, но на сегодняшний день на квартирном рынке аренды переизбыток квартир. Практически везде? Практически везде по всему, по всей Испании. А вот виллы нет. И я объясню, почему вилл дефицит. Потому что люди, которые покупают виллу за 300-400 тысяч, это люди покупают второй дом. Сами понимаешь, это люди не бедные. И они зачастую говорят, Александр, нам доход от этой виллы на самом деле не нужен. И они не сдают свои виллы в аренду. И очень сложно уговорить кого-то, чтобы он поставил свою виллу в работу для аренды. Что делать, если нынешний доход, который я сейчас получаю от квартиры или от виллы, меня не устраивает? А я все-таки хочу его увеличить. Что можно сделать? Самое простое, это сделать ремонт квартиры, улучшить ее. Поменять управляющую компанию, которая потратит деньги на рекламу. Потому что без рекламы ваш объект не сдаются. Многие думают так, разместил Booking.com, разместил Airbnb и квартира будет сдаваться. К сожалению, нет. Для этого необходимо еще следить за рынком недвижимости, по чем сдается сегодня. И корректировать цену. Мы корректируем цены, например, на наши объекты практически каждый день. Меняем. Одну евро добавили там, там убавили, для того, чтобы наш объект всегда был в работе. Есть два варианта решения этого вопроса. Первое, это сделать косметический ремонт или капитальный ремонт данной квартиры, для того, чтобы получать больше прибыли. А второй способ, даже если ремонт вам существенных прибыли не принес, мы всегда рекомендуем продать данную квартиру, добавить немного денег, купить более элитную недвижимость, которая принесет денег больше. Как улучшить, что сделать так, чтобы больше получать аренды? Вот данная студия была в плохом состоянии, абсолютно в плохом состоянии. Она сдавалась, плохо сдавалась. Здесь собственник сделал ремонт, 1800 он потратил на работы и, наверное, около 1500 ушло на мебель, которую обновили, там диванчики, все такое. В общей сложности 3300, но за 3300 получилась хорошая студия, достойная, современная и сдаваться начала на 30% больше. Ну, если, скажем так, круговую в год, она эти деньги вернет. То есть за год все деньги едваются? То, что потратится и вернулось, и у тебя получается чисто хорошая студия. Но это хороший арендный вариант, потому что недалеко от моря и на 1-2 дня снять вполне нормально. До моря здесь метров 600, в принципе, пешедоступность. Парк нации рядом, хороший парк, где есть озеро, павлины. И погулять в магазине, все равно. Ну, самое главное, здесь шикарный бассейн, жилой комплекс, и лавочки, места для отдыха, детская площадка на территории. Это большое играет значение для сдачи недвижимости в аренду, огромное значение. Именно это одно дело квартира, другое дело еще комплекс, плюсом идет всегда. Без плюса вот этого комплекса с бассейном квартира практически не работает. А в нашем проекте осталась одна серия. О чем она будет? Давайте в этот раз без традиционного анонса. Просто подписывайтесь на обновления или на наш канал. Под Новый год и Рождество пусть будет сюрприз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова